Это пульс дня на RTN, мы продолжаем выпуск. Высокопоставленные представители Белого дома, Инженерного корпуса армии, Береговой охраны, Министерства транспорта и Управления замминистра армии по гражданским работам встретились на прошлой неделе с губернатором Мэриланда и министром транспорта штата, чтобы обсудить продолжение сотрудничества в деле восстановления моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, опубликованном в воскресенье. Напомню, что в прошлом месяце контейнеровоз далее врезался в одну из опор моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего мост рухнул в реку Потапска. При этом погибли 6 человек. Белый дом подчеркнул готовность президента Джо Байдена поддерживать Балтимор на каждом этапе процесса восстановления. Представители Белого дома поблагодарили участников за сотрудничество и партнерство между командами на федеральном уровне и на уровне штатов. На встрече обсуждались вопросы, связанные с удалением обломков моста, поддержкой работников, на которых повлияло закрытие судоходства в порту, семей погибших, возобновлением судоходства и восстановлением моста. Группа обсудила ход работ по восстановлению ограниченного судоходства, в том числе изъятие значительной части обрушившегося моста из судоходного канала. Ожидается, что ограниченный доступ будет открыт к концу апреля. Участники подчеркнули необходимость постепенного возвращения грузопотока в порт после возобновления судоходства. Обсуждались и усилия по поддержке работников порта, пострадавших в результате закрытия судоходства. Речь идет в частности о запуске программы сохранения рабочих мест в порту, а также о поддержке семей рабочих, погибших во время этой катастрофы. В Нью-Йорке прошла процедура отбора альтернативных присяжных, которые будут рассматривать дело бывшего президента Дональда Трампа о предполагаемых выплатах денег в качестве платы за молчание. Семь мужчин и пять женщин вошли в состав жюри, чтобы заслушать свидетельство по первому в истории США уголовному делу, возбужденному против бывшего президента. В состав жюри входят два юриста, шесть работников коммерческих предприятий, два человека из образовательной сферы, работник здравоохранения и инженер. Их имена не называются публично. Некоторые присяжные признались судье Верховного суда Нью-Йорка Хуану Мерчану и адвокатам Трампа, что в последние годы они негативно высказывались о 77-летнем бывшем президенте. При этом они заявили, что могут отложить свои взгляды в сторону и судить по справедливости. Несколько человек заявили, что почти не следят за текущими событиями. Судья Мерчан заявил, что он хочет добавить еще пять запасных, которые заслушали бы показания и могли заменить присяжных в случае необходимости. Запасные будут участвовать в дискуссии присяжных, только если они в конце концов окажутся в составе жюри в процессе, который может занять шесть недель. Дело связано с утверждениями о том, что Трамп накануне успешной предвыборной борьбы за Белый дом в 2016 году пытался скрыть выплаты двум женщинам, чтобы удержать их от заявлений о предполагаемых сексуальных отношениях с ним. Трамп, который занимал пост президента с 2017 по 2021 год и является предполагаемым кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 5 ноября этого года, отрицает все 34 пункта обвинительного заключения, предъявленного ему год назад. В случае признания виновным ему грозит до четырех лет лишения свободы. Мерчан, прокуроры и адвокаты Трампа в течение трех дней расспрашивали кандидатов присяжные об их отношении к Трампу. Когда был отобран 12-й присяжный, Мерчан объявил «У нас есть жюри». Судьи и адвокаты расспрашивали присяжных о том, как они получают новости, где они работают и, в частности, могут ли они справедливо судить Трампа, который был нью-йоркской знаменитостью и магнатом в сфере недвижимости до прихода в политику в 2015 году. Десятки потенциальных присяжных, выбранных из списков избирателей в городе, который отчетливо голосовал против Трампа в 2016 и 2020 году, сразу же заявили Мерчану, что не смогут вынести беспристрастный вердикт и были отстранены. Мерчан отстранил некоторых возможных присяжных, которые, как он посчитал на основании их ответов в суде или постов в социальных сетях, порочащих Трампа, не могли справедливо судить о деле. У обвинения и защиты было по 10 отводов без объяснения причин, которые они могли использовать, чтобы отклонить присяжных, которые им просто не нравились. Лимит на отводы сказался в конце отбора, причем не в пользу Трампа. Когда одну из потенциальных присяжных спросили, как она относится к Трампу, она ответила, что не имеет о нем твердого мнения. Адвокаты Трампа попытались не допустить ее в состав жюри, заявляя, что на это есть причина, но Мерчан отклонил их отвод. К тому моменту у адвокатов Трампа закончился лимит на отводы без объяснения причин и судья привел женщину к присяге. Хотя имена потенциальных присяжных не публиковались для защиты их личности и безопасности, адвокатам они были известны. Помощники адвокатов Трампа изучали их аккаунты в социальных сетях на предмет возможных антитрамповских высказываний. Сам Дональд Трамп часто нападал на судью Мерчана в сообщениях в социальных сетях и называет это дело вмешательством в выборы, поскольку вновь баллотируется на пост президента. Обвинение утверждает, что Трамп несколько раз нарушал запрет Мерчана на пренебрежительное высказывание о ключевых участниках дела, хотя этот запрет не распространялся на самого судью. Бывший президент наблюдал за процессом отбора присяжных со стола защиты в окружении своих адвокатов, делая какие-то заметки и изредка бросая взгляд на присяжных. В какие-то моменты казалось, что он задремал, но потом снова выглядел бодрым. В конце концов, он может выйти на свидетельскую трибуну, чтобы защищать себя в зависимости от того, как он и его адвокаты воспримут свидетельство обвинения. Жюри присяжных из 12 человек должно будет вынести единогласное решение, обвинительный или оправдательный вердикт. Если у присяжных возникнут разногласия, возникнет ситуация жюри, зашедшего в тупик, то прокурорам придется решать, добиваться ли нового судебного разбирательства. Каждое из обвинений предусматривает наказание до 4 лет тюрьмы, хотя Трамп наверняка будет обжаловать любой обвинительный вердикт и приговор. Нью-Йоркское дело – одно из четырех беспрецедентных уголовных обвинений в общей сложности из 88 пунктов, все из которых он отрицает. В двух других делах, одном в федеральном и одном на уровне штата, Трампа обвиняют в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года. Согласно третьему обвинению, Трамп незаконно забрал с собой сотни секретных документов, относящихся к национальной безопасности в свою резиденцию во Флориде, когда его президентский срок закончился, а потом он даже отказался вернуть их по требованию следователей. Ни по одному из этих трех дел не назначены твердые даты разбирательства, и Трамп пытается перенести эти процессы на период после выборов. Если он победит, то сможет добиваться снятия федеральных обвинений. В любом случае, если он снова придет к власти, его не будут судить во время его президентства. Таким был этот день, каким его увидели мы в редакции программы через несколько минут. Моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом. А я желаю вам хорошего вечера и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова